физики небесных тел, то это больше ориентировано на подготовку построения. Так что, вот такое сочетание учебного и научного процесса, к чему меня приучал Шалкат Таипович, профессор Кащев, в своем сообщении после меня, на эту сторону деятельности я расстроил, который происходит в нашей стране в отношении науки и образования. Вы знаете, что предполагается принятие новых законов по науке и образованию. Сейчас идет большой разговор на эту тему. Я хотел бы с вами поделиться своими мыслями. Еще раз, сейчас очень моден девиз, я отклоняюсь вообще-то немножко, но еще раз повторяю, это единственная возможность у меня высказать свои соображения о роли фундаментальной науки. Это соображение буквально написано в течение часа другого. В этом есть смысл, но я боюсь, что в этом существует и будет существовать определенный перегиб. Поэтому я хотел бы отстоять позицию фундаментальной науки, в частности, такой беззащитной науки, национального дохода. У нас десятая доля процента. Что надо требовать от ученых? Вообще круглые сутки, если хотите. Эйнштейн в своем фону Е равное МЦ в квадрате, не в кабинете установил, а когда он поднимался на ступеньку автобуса. Кипу, я известный химию, в большинстве случаев. Вообще бессмысленно требовать какой-то практической отдачи. Историтет ученых. И таких примеров можно привести много. Вообще, другие эксперты, которые делают наши чиновники от науки, с моей точки зрения, являются определенным лукавством. Только выдающийся доход, что покорили все исследования на фундаментальную науку по медицинам. И, наконец, еще один. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...